всем привет с вами евгения и сегодня я хочу поделиться своим приобретением распакуем его и посмотрим что же там внутри вот такая вот пришла мне коробочка запакованная очень удобно потому что обычно когда заказываю что-то на зоне обычно это приходит просто в пакете и иногда не очень хорошего вида поэтому такое оформление мне очень нравится что хочу сказать наверное я поддалась своему какому-то исследовательскому нутру мне просто стало очень интересно сейчас такой богатый выбор китайских карандашей и хочется найти более или менее какой-то приемлемый аналог тем карандашам которыми я пользуюсь и если о марка или деле мы что-то знаем уже много обзоров есть то вот эта непонятная марка меня привлекла своим видом своей новизной и поскольку ценник у нее достаточно приятный я решила заказать и посмотреть что же это такое и стоит ли вообще это брать и так давайте откроем коробочку внутри металлическая коробка это цветные карандаши здесь у меня набор 36 штук коробочка правда немножко вертолетит если вы обратите внимание что странно возможно ее немножко перетянули пленкой сейчас мы ее вскроем и посмотрим даже кстати не знаю там сфокусировался или нет пленочка специально закрыта чтобы никто кроме вас туда не залазил но нет это такая коробка ее чуть-чуть вертолетит хотя может она конечно выпрямится да уже меньше видим это дело было в пленке либо в верхней крышке немножко она такая гуляющая ну то есть скажем так металл здесь на коробке не очень плотный мне нравится оформление коробки я пока еще не знаю что там внутри здесь выбиты иероглифы здесь такая покрытая другим другим способом буковка n вырисовывается и так что у нас там внутри внутри у нас немножко поехавшие карандаши так давайте мы их сместим как надо сразу вижу что такие прям вырвиглазные цвета я победила один поддончик такой сейчас посмотрю какой внутри или не вытаскивайся хотел потрогать насколько плотный поддон карандаши в нем все-таки немножко гуляют ну ладно не хочешь выниматься не надо итак я говорил о том что коробку вертолетит но вертолетит видимо не не саму основную часть а именно вот видно как она гуляет забавно вот ну скажем так не премиум китай я думаю с более качественным товаром наверное такого бы не случилось по крайней мере мне еще ни разу такое не попадалось ну ладно не будем на эти мелочи внимание обращать давайте посмотрим карандашики что мне бросается в глаза когда я смотрю вот прям сразу многообразие синих цветов пока не скажу хорошо это или плохо есть какой-то светло-голубой есть промежуточный есть такого более изумрудного цвета и с темными оттенками пока не очень понятно какие они будут а вот например оттенков зеленых цветов мне кажется маловато то есть есть какой-то теплый зеленый такой мятный зеленый здесь вот тоже непонятно какой-то серый зеленый оттенок а темно зеленых подозреваю только вот один холодный то есть какого-то классического зеленого которые есть в обычных наборах здесь я так подозреваю нет так идем по телесным оттенкам ну понятное дело холодный желтый теплый желтый оранжевый есть что такое оранжевый это что-то скорее всего охристое розовый холодный розовый еще много холодных розовых красный бордовый ну посмотрим что именно с розовыми оттенками по фиолетовым кстати говоря есть только прям совсем светлый фиолетовый такого теплого и и вот такой средненький слишком светлый оттенок например мне для работы я часто использую фиолетовые цвета и мне наверное здесь не хватит именно темного фиолетового но посмотрим уже на выкраски так по коричневым оттенком я вижу здесь есть какой-то светло-серый средний серый идем коричневые 1 2 такого же бордового винного наверное цвета такие два оттенка вы там издеваетесь что ли а пол десятого то в общем по палитре не очень она похожа на профессиональную но сейчас мы выкрасим вообще посмотрим как они скользят по бумаге и уже наверное потом сможем как-то получше определить на коробке ничего не написано какой цвет но есть нумерация то есть написано фирма написано что цветной карандаш и номер цвета но чему он соответствует нигде на коробке нету то есть самой выкраски цветов вы не найдете ну ладно не беда спасибо что есть номер можно самой самому сделать выкраску так ну что давайте выкрасим посмотрим вообще как как на ощущение что это такое пока на экране я выкрашиваю карандаши поделюсь своими первыми впечатлениями по ощущению карандаши мягкие скользят легко и вроде бы достаточно яркие и по нанесению я пока не могу сравнить их с какими-либо другими карандашами которыми я уже пользовалась потому что у меня странные ощущения от них и я пока не могу сформулировать что именно не так даже не знаю с чем это сравнить как будто масло намазываешь хотя не скажу что кончик стачивается моментально или у них какая-то запредельная мягкость например по мне derwent colorsoft или drawing расходуется намного интенсивнее еще у меня есть странные ощущения потом обязательно проверю свою догадку что либо мало пигмента либо это эффект от основы карандашей словно бы я не могу сделать длинную растяжку цвета попробую потом сделать это отдельно и сравню с каким-то другими карандашами как я уже сказал карандаши достаточно мягкие и немного пылят возможно на выкраске этого не видно но периодически в разных цветах попадается что-то плотное что оставляет мелкие царапки или более темный цвет подозреваю что эти частицы соскрябывают карандаш и компуют его потому что посторонних примесей цвета пока я не замечала еще меня удивили некоторые оттенки особенно розовый цвет корпуса был тепло-розовым а сам грифель оказался холодным и даже близко не лежал а темные корпуса зеленого и синего совсем не похожи на тот холодный зеленый темно-синий что на выкраске но в целом здесь много приятных оттенков но как я сказала в начале слишком много похожих синих с незначительной разницы и мало зеленых охристой оттенок казался темнее чем я ожидала хотя например мне понравились серые оттенки в любом случае чтобы посмотреть что мне будет не хватать в этой палитре надо побольше порисовать разных сюжетов но для меня на первый взгляд палитра конечно же не идеально что касается черной бумаги тут я очень разочарована цвета словно бы прозрачные не знаю за счет чего происходит такой эффект либо из-за непонятной основы либо из-за нехватки пигмента внутри карандаша даже на выкраске немного заметно что я старалась проходить сначала более легким слоем потом добавлять плотности но в итоге цвет получается совершенно один и тот же что я прошла легким оттенком что я пыталась поелозить несколько раз по одному и тому же месту самый же плачевный для черной бумаги оттенки это желтый и все они здесь превратились в грязно-зеленое месиво а яркий красный смотрится также как бордовый или красно-коричневый и разница у большей части оттенков полностью исчезла пока это худшие карандаши для черной бумаги и честно говоря даже вист артиста интенс выглядит намного лучше где-то я могу ошибаться поскольку это первые впечатления и в работе для меня возможно раскроются какие-то другие нюансы поэтому ждите обзор впереди у меня тест этих карандашей а для самых любопытных могу сказать что два рисунка я уже нарисовала и выложила у себя на страничке бусти поэтому кто хочет подписывайтесь также хочу отдельно поблагодарить моих подписчиков на бусти людмила танова алина купцова алена барри аллен лёха и анна лубянка спасибо вам огромное за поддержку мне правда очень очень приятно будем работать дальше всем пока пока а 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 Субтитры подогнал «Симон»